...клуба «Честь имею», как вы помните, во времена Кучмы была достаточно популярная телепередача «Честь имею» с Ямом Табаченко. Подождите секундочку буквально, закончите. Под это брали они под строительство большого элитного клуба, под строительство гостиниц и так далее. Я же говорю, достаточно сложно доказать, что он не использует эту землю по-другому. Просто там не строят, потому что ему не дают строить. То экономические были положения в стране таковы, что не использовал ее. Но сейчас, если начать процесс, то я думаю, что его юристы посоветуют ему вывозить туда технику. Что-нибудь подобное будет процесс, люди будут мешать, ну и, соответственно, вот, пожалуйста, не дают строить. А строить там не даст никто, поэтому 100% Дарвинский район как раз отличается достаточно активной позицией местных жителей против бездумных застроек. И это большая зеленая зона, 8 гектаров земли на берегу речки Днепр. У нас вопрос. Добрый день, Прямая Ленина, зайдитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Денина. Я в улице Левуцкого. Интересно мне по поводу ямах, которая проводится на улице Левуцкого на дороге. Почему она там проводится, эта яма-то? И неужели нет других мест? Если у нас улица Руденда, если у нас улица Нагира и Дарвинская. Хотя бы по очереди почему-то на проезжей части проводится ямаха, когда есть мусор после ямаха остается, то есть люди входят во дворы. Мы уже собрали, когда человек, написали письмо в город, поэтому хотелось бы сначала услышать от вас. Почему проводится ямаха, потому что я на проезжей части Нагира и Дарвинского на улице Руденда. Я, к сожалению, не услышал, как вас зовут. Галина. 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 На самом деле ярмарка на улице Левуцкого это лучшая ярмарка сельскохозяйственной продукции в городе Киеве. Лучшая? Лучшая. А вы когда-то там были на этой ярмарке? Я когда-то на этой... Там нет ни одного производителя, там сидят все сеть, которые берут на опте и потом перепродают. Я когда-то на этой ярмарке, учась в 10-11 классе, даже торговал, потому что время было тогда достаточно тяжелое. Мы с мамой там продавали много всего. На самом деле покупали в одном месте, как правило, на Троещине и там продавали. Значит, я вас перебиваю на улице Левуцкого, именно на дороге. На дороге на улице. Именно на дороге. Если вы живете там рядышком, вы прекрасно знаете эту улицу. Широкая, большая проезжая часть и есть так называемые объездные дороги вдоль Ревуцкого от фактически станции метро Харьковская до перекрестка с улицей Ахматовой. Когда проходит ярмарка, машины проезжают по этим улицам. Туалеты там есть, туда выставляют биотуалеты каждый раз. По поводу мусора, на самом деле долгое время это было очень неорганизовано. Последние 2-3 года там от того, что и предприниматели организовались, и достаточно активно убирают это все, и районные коммунальные службы убирают после ярмарки. В другом месте организовать, в другом месте в Дарницком районе, такую ярмарку, на которую бы выезжало 600-700 продавцов, да, как бы вот с машин, вы знаете, как происходит там торговля, такого другого места в районе нет. Вы на самом деле не правы, если вы хотите получить информацию, тех, кто там торгует, опять, вот, ну, все очень просто, вы можете оставить свой контакт на телефон, я могу его записать, с вами свяжусь. Или же, или же просто обратиться, или же просто обратиться в отдел торговли, где вам расскажут про каждого производителя, который выставляет свою продукцию. Это одно из требований, то есть первое требование, это... Так, давайте, давайте я вам скажу... Если есть вопрос, вы его задайте, а не говорите, куда вы будете обращаться. Я вам скажу такую простую вещь, на этой ярмарке покупают продукцию десятки тысяч дарничан, и сейчас, когда... Не конструктивно. Можно ли вы поставите на другом месте, на другую улицу, в другом месте, почему именно на проезжей части? Почему? Хорошо, ваш вопрос вы услышали. К сожалению, возможности перевезти на другую улицу нет. Собственно, вы вольны обратиться и в город, и на громадские телебачки, если считаете, что это, ну, как-то неправоверно, или ущемляет ваши права. Спасибо огромное. Ну, я доскажу все-таки по этому поводу, еще раз говорю, десятки тысяч, вот, это реально каждый раз покупают нам продукцию, и сейчас, когда лето, городские власти уложили мораторий на проведение таких ярмарок, почему? Потому что достаточно жарко, поэтому сейчас мы приостановили, и в администрацию идет вал обращений жителей, которые просят возобновить эту ярмарку, потому что, ну, негде покупать эту продукцию. И то, что в наших силах мы максимально отсекаем всех, кто является не производителем, а просто перепродает, достаточно сложно это выяснить, но мы пробуем это делать. И там убрана полностью промышленная группа, то есть только продукты питания, и максимально привлекаем всех, опять же, это можно воспринять как обращение каждому производителю сельскохозяйственной продукции, и если вы являетесь производителем, то, пожалуйста, обращайтесь в районную администрацию, отдел торговли, вам обязательно предоставят место для того, чтобы вы могли там торговать. Есть? Вот все-таки, касательно какого-то конструктива из этого вопроса, то есть, женщина сказала, что цены завышены. Я сам неоднократно на подобных ярмарках скупляюсь, и я знаю, что действительно на некоторых даже стоят стенды, там рекомендована цена, да, и на эти стенды в большинстве своем, не буду говорить, всегда, то есть, ну, как бы, тем не менее, это нарушается. За этим, ну, кто должен отслеживать, чтобы... Это отслеживает районная администрация, сотрудники отдела торговли, то есть, есть та цена, которая обговаривается перед тем, как человек ставится на определенное место, и если замечаем, что от рекомендованной цены этот человек отошел, да, как бы, вот торговец на этой ярмарке, то его просто не допустят в следующий раз. Поэтому, если есть информация о том, что вот вы идете, и вы видите, что эта цена завышена, есть цена, обязательно должны быть, правильно, маркеры, да, на которых написаны... Ценники, да, на которых написана цена, и если эта цена завышена, просто дайте эту информацию в районную администрацию, и этот продавец на ярмарке не появится больше. У нас вопрос... Добрый день, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день, я вас Марина. Надя Львович, подскажите, пожалуйста, всем было известно, что на заброшенной территории в Дарнице был топор цыка, а потом там произошел пожар, они оттуда ушли. Есть ли сейчас в Дарнице проблема с цыганами? Знаете ли вы об их местонахождении в селнишней дыре? Ну, цыгане, давайте так, чтобы быть правильным, все-таки будем называть их ромами, да, ромское население, на самом деле, достаточно долго проживает на территории Дарнинского района. Они жили раньше на улице Тепловозной, потом было время, когда незаконные застройщики согнали их с того места, там они ушли не потому, что был пожар, а просто их оттуда выгнали, а потом там начали выжигать территорию. Сейчас они перешли на улицу Канальную, и там сейчас лагерь этот до сих пор находится. На самом деле достаточно сложно говорить что-то по поводу того, как с этим явлением бороться. Районная администрация Дарницкая, одна из, по-моему, шести администраций в Украине, которые включены в программу Ромы-2, это международная программа, которой занимается Совет Европы, там есть специально созданная комиссия по делам ромов, находится она в городе Страсбург. Те ромы, которые проживают у нас в районе, они приехали из Закарпатской области, есть такой город Берегово, табор, в котором они там живут, насчитывает более пяти тысяч ромов. Я был в Берегово, общался с цыганскими, то есть ромскими баронами, общался с людьми из городского совета местного, мы обсуждали как бы общие проблемы, каким образом можно было бы их отсюда вернуть в постоянное место их проживания. Был даже в городе Страсбург, встречался с мэрией Страсбурга, потому что они там лучше всех в Европе разрешают вопросы с ромами. Проблема заключается в том, что едут они сюда, потому что там плохо жить. И мне рекомендовали неоднократно вызвать милицию, вызвать бульдозер, и все это снести, сломать, выгнать. Здесь одна простая вещь, это люди, и там есть дети, и просто силовым методом нельзя, есть комменция защиты прав человека. И люди выбрали себе такой метод жизни. Я общался опять же с старшими в этом таборе, мы договорились о нескольких вещах. Первое. Уборка мусора после себя, медицинское обследование хотя бы раз в полгода на те болезни, которые переносятся, скажем, воздушно-капельным путем, например, туберкулез и так далее. То есть эти вещи необходимо отслеживать. Мы помогаем, чем можем, этим людям, чтобы они не воровали, скажем, металлолом, не снимали крышки люков. Там, на самом деле, выезжают туда социальные работники, выезжает милиция. Максимально локализовать это место и сделать так, чтобы оно не увеличилось, это в наших силах, и мы это делаем. Выгнать их оттуда и объяснить им, что Дарница – это не то место, где могут проживать ромы. Я этого не могу сделать. Ну, просто они не хотят уезжать, и они не уедут. Побить, я же говорю, с помощью бульдозеров угонять – это не дело властей. Понятно, что сейчас для того, чтобы, чтобы не сделать с этим лагерем, необходимы средства. И мои поездки в тот же Страсбург заключались в том, что мы, может быть, попробовать найти международные гранты, те общественные международные организации, которые могли бы работать с ромами. Ну, то есть этот процесс сейчас идет, я не так давно этим занялся. Ну, европейцы не так быстро реагируют на все наши требования, как бы этого хотелось. Но такие вещи есть, проходят национальные круглые столы. Я, на самом деле, пока в это все не окунулся, не знал, что так много всего сделано. Ну, вот мы этим занимаемся. Когда будет результат, я вам, к сожалению, в данный момент, вот на данном этапе, сказать не могу. Спасибо вам большое за развернутый ответ. Желаю вам удачи. У нас ждет вашей работы. Спасибо большое. До свидания. А насколько это действительно проблема? То есть, если тем или там, ну, не знаю, больше воруют, больше болеют или да? Ну, как люди живут под открытым нервом. Соответственно, нет гигиены, нет средств для этой гигиены. Это попрошайничество, это воровство. Им надо жить, да, за что-то есть. Работать, как правило, особо они не хотят. И проблема еще заключается в том, что, если мы возьмем Берегово, да, там, это огромная территория, просто огромная, целый район застроенный трущобами такими, что... Шанхай, Рай. Это Шанхай. Реально, да. И есть манипуляции разные, то есть, они очень много рожают, да, как бы это традиционные вещи, плюс за каждого рожденного ребенка у нас здесь можно получить социальные выплаты, да, то, что происходит. Многие из них живут без паспортов. Оформляют документы, рожают, получают карточку для выплат, для социальных выплат. После этого барон местный приглашает к себе, эту карточку он забирает, да, таким образом формирует себе некий пул таких социальных выплат и занимается тем, что он получает деньги по этим карточкам. Объясняя неграмотным, что, к сожалению, здесь, там, в Берегово, в Мукачево нет возможности у бюджета оплачивать вам, ну, то есть их просто обманывают. Они по цыганской почте связываются с теми, кто живет, скажем, в городе Киеве, те рассказывают, а в Киеве вот платят. Почему платят? Потому что здесь просто никто не забирает эту карточку. Поэтому они с насыженного места срываются, приезжают сюда, идут в наше управление социальной защитой, сейчас не надо иметь места регистрации, да, то есть вот им переоформляют карточку, они говорят, что ее украли, потеряли и так далее. Та карточка ликвидируется, получается новая, и вот они таким образом существуют, живут. Ну, плюс, конечно же, очень много воруют, они занимаются, как правило, металлоломом, да, то есть собирают весь металлолом в округе, тащат его в пункты приема металлолома. Другое дело, что мы пытались разговаривать с приемщиками, чтобы они, скажем, не принимали крышки люка, чтобы они не принимали решетки люка, не принимайте, потому что это неправильно. И когда мы находим такие пункты приема, где лежат, скажем, люк, тогда мы туда вызываем милицию, ну, получается, все дальше очень просто, лежит рядышком большая кувалда, и как только приносится люк, кувалдой по этому люку, да, он разбивается, и когда мы видим, что лежат остатки люка, и говорят, ну, вот, человек принес разбитый люк, он же просто убрал его с того места. На самом деле, и в этом тоже должна принимать участие милиция, они должны с этими пунктами приема металлолома работать, заниматься, но особо не желание этим заниматься. У нас вопрос. Добрый день, прямая Ленина, зовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день, меня зовут Анатолька, я проживаю в области, в Солене, на 61, в Борисниче. Я бы хотела узнать, по поводу теплового счетчика о нашем доме. Он у нас есть, но он не в рабочем состоянии. Когда он починен, и когда нам ждать, каких-то изменений? До отопительного сезона. Будет тепловое. Да. Спасибо. До свидания. А в этой вот общине там есть с кем договариваться? Вот вы говорите, что пришли там с главными или баронами. Ну, есть старшие. Вы понимаете, как? Сегодня там может быть старший, завтра он собрал вещи и уехал. Ну, как бы, это все такое перманентное, и есть... Ну, как бы, мы работаем больше, на самом деле, с детьми, для того, чтобы, ну, хотя бы защитить детей. Вот мы запрещаем им оставлять детей на берегу озера, на берегу озера, оставлять от них в лагере. То есть, вот если уж вы здесь живете, да, то, пожалуйста, когда вы расходите, с детьми должен кто-то остаться старший. Слава Богу, мы об этом договорились. Не брать детей на работу. Как правило, они работают в местах, где идет сортировка мусора, да, 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 или брать с собой маленьких детей. Это табу. Табу нахождения детей на территории Дарвинского района в период учебы, да, то есть, вот они до конца лета, и в сентябре туда приезжает рейд, если мы находим там ребенка школьного возраста, да, то сначала пожурили, потом мы можем отобрать ребенка, поскольку все-таки семейные учебы. Ну, вот они их забирают, отправляют в Берегово, в Берегово есть у них своя специализированная школа, где проходит учеба на ромском языке, я опять же посещал эту школу, то есть, на самом деле, учеба идет, да, как бы и в это время, ну, то есть, вот такими вот методами мы отрабатываем это все в Страсбурге, этим занимаются годы, но сравнивать, конечно, доходы города, в котором находится реально центр Европы, да, там Европарламент, Еврокомиссия и так далее, и Дарминский район, в городе Киев, достаточно сложно, тут по принципу кому-то жемчуг науковать, кому-то сучик жемчуг науковать, да, то есть, вот, но конечная цель есть, да, как бы, что такое конечная цель в работе с ромами в Страсбурге, это полноценный гражданин, который получает социальное жилье от города, и который идет работать, дети идут в местную школу, да, то есть, как бы, и идет такая вот социоадаптация, да, социоадаптация. У нас, конечно, до этого момента очень далеко, и когда мне говорят о том, что, да, вот, нашими людьми заняться, ну, это тоже наши люди, это тоже люди, и, ну, мы украинцы, они ровные, да, то есть, вот, ну, они ничем от нас не отличаются, просто вот у них такой способ жизни, другое дело, что, ну, опять же, известная вещь, да, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вы хотите жить таким образом, не мешайте нам жить своим образом, да, то есть, если вы заходите в наши супермаркеты и ходите среди жителей Дарнинского района, то мы должны быть четко уверены, что вы точно не больны там, открытыми формами туберкулеза, да, то есть, что у вас нет педикулеза, что все кожные заболевания у вас отсутствуют, и так далее, ну, то есть, что вы не заразите там моего ребенка, вы едете в общественном транспорте с нами, и так далее, то есть, вы должны четко жить по определенным правилам. Если вы принимаете эти правила, то тогда давайте мы будем думать, как мы будем помогать вам. Если нет, ребята, тогда к себе, и тогда не занимайте нашу землю. У нас вопрос. Добрый день, прямая линия, разовите, пожалуйста. Да, давайте. Я думаю, да, Геннадий Леонидович, скажите, пожалуйста, вот если я не ошибаюсь, на Днепровской набережной уже долгие годы не достроится и так по парам, по-моему, которые хотели запустить Евро еще 2012, а что там будет с этой строительной площадкой, и будет какая-то судьба дальнейшая. Ну, опять же, это же не государственная стройка, где вкладываются бюджетные средства. Да, я говорю, что момент, когда Академклуб получал эти земли для строительства, в том числе и аквапарка, это был шестой, седьмой, восьмой, может быть, да, то есть вот эти вот года, когда был бум строительства, когда все было на подъеме, после кризиса 2008-2009 годов, это все приостановилось, как и каким образом они собираются или не собираются строить дальше, они районную власть в известность не ставят. И сейчас сказать, когда они соберутся там дальше что-то строить, я не могу сказать. Я думаю, что в ближайшее время одноврядно. Так, а есть ли вообще никогда не денег на это? Это на всю жизнь с ними будет развал там этот? Или это не уже такие риторические вопросы? Минимум, по крайней мере, до того времени, пока город примет решение о том, чтобы разорвать, например, договоры о аренде и так далее. Я понял. По этой территории, по-моему, задолженности по оплате за аренду земли нет. А, то есть нету повода как бы с ними раздаваться. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Вот есть, нет, ни при чем. Ну, если они завтра найдут свой инвестор, либо инвестора, вообще, да, который вложит в это деньги и будет дальше расстраиваться, ну, это, пожалуйста, это может быть, но, опять же, надо четко понимать, на какой территории и как это будет расстраиваться, потому что в свое время получали достаточно большой кусок земли, там есть и частный сектор под это подпадал, есть люди, которые готовы переезжать, если им что-то дают в многоквартирных домах, а есть люди, которые говорят о том, что мы никуда переезжать не собираемся и у нас на территории района есть такие места, где состроено все вокруг, есть только ям, в которой есть частный дом, в котором живет человек, который говорит о том, что меня ничего больше не интересует. Как правило, в свое время, когда шла интенсивная застройка, эти люди, наверное, объявили слишком завышенные требования по своему дому, там прописали 15-20 человек, объявили о том, сколько это может стоить, но строителям было невыгодно, поэтому они это обошли, поскольку места у нас намывные, 6-8 метров иногда намытых песком, и получается там в яме находится чья-то частная усадьба, и люди таким образом живут. У нас вопрос. Добрый день, прямая линия, разовьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Виктория, и я недавно стала свидетелем конфликта на Хайковской, когда там в переходе торговцы после сноса их махов и прекратили дорогу. И мне интересно, как сейчас обстоят ваши отношения с ними, будете ли вы дальше заниматься тем, чтобы очищать район от этого огромного количества лайков, и не боитесь, что эти акты будут повторяться постоянно? Спасибо большое. На самом деле, для города Киева, для Дарнинского района, это достаточно серьезная проблема, проблема мафов, потому что вы говорите по поводу акций противостояния, и сейчас, я пока ехал сюда, смотрел в Фейсбук, вроде как стоит под мэрией на Крещатке 36, десятки кофе-машин, машин, из которых продают шаурму и все остальное, люди против того, чтобы их сносили, меня на самом деле, к этому двоякое отношение, с одной стороны, на самом деле, в то время, в котором мы живем, достаточно сложно найти себе работу, и люди устраиваются, как хотят, но опять, я говорил уже об этом, свобода одного заканчивается там, где начинает свобода другого, если это мешает людям, и люди, которые живут здесь, их это не устраивает, необходимо делать так, как хотят эти люди, но опять же, если с другой стороны посмотреть, спрос порождает предложение, не покупайте в мафах, я для себя поставил в этом отношении табу, кроме мороженого, я вообще в мафах ничего больше не покупаю, и считаю, что только таким образом, полностью просто игнорируя их, можно от этого избавляться, если люди идут туда, несут туда свои заработные платы, покупают все, что там продается, значит, выгодно людям торговать, то место, про которое вы говорите, станция метро Харьковская, опять же, достаточно нашумевшее было дело, когда перекрыли проспект Бажана с утра, и аж за обед, до трех часов дня был перекрыт, на самом деле, на станции метро департамент чрезвычайных ситуаций городской КМД расчищали подходы непосредственно к ходу-выходу станции метро и снесли там два киоска, предприниматели были против этого, поэтому они перекрыли, а мафы, которые стоят незаконно, которые стоят с нарушением норм ДБН, необходимо убирать, все остальное необходимо упорядочить, необходимо, чтобы на самом деле заработала комплексная схема размещения мафов, необходимо, чтобы мафы платили бюджет города, для того, чтобы это было все официально, в свое время, ну, я это помню, когда у нас в районе на каждом шагу были видеосалоны, не знаю, помните, не помните, да, гривны тогда не было, один рубль, входишь, Конгельдон, Ван Дам, да, как бы все остальное, куда они делись? Люди туда перестали ходить, люди купили себе видеомонитофоны домой, да, видеосалоны исчезли. Совсем недавно, я еще был начальником службы по делам детей, мы боролись с компьютерными клубами, почему боролись, потому что в учебное время в этих клубах сидела масса детей, которая играла в Control Strike, да, сетка, и вот сутками там просиживали, когда это после школы, это их дело, в школьное время служба должна была отслеживать это, заходили с рейдами, закрывали двери с милицией, там и так далее. Сейчас нет этой проблемы, да, то есть дети не сидят в компьютерных клубах, и такого количества компьютерных клубов нету. Почему? Потому что каждый сел дома, да, включил интернет, Wi-Fi зону, то есть как бы все это исчезло, исчезает потребность, да, и тогда исчезнет сама проблема. Если в новых микрорайонах, таких, как, например, у нас на улице Чарда, улица Ващенко, на Пчелке, там фактически отсутствуют эти малоархитектурные формы, потому что там уже на первых этажах организованы не жилые помещения, которые дробятся достаточно на маленькие помещения, где предприниматели работают уже на первых этажах, там просто потребностей в мафах как таковых нету. А вот, к сожалению, массив Харьковский, Дарница, да, то есть как бы, вот, ну, там новая Дарница, если брать карту Дарницкого района, там, конечно, мафов много, потому что в свое время, когда велась застройка где-то с середины 80-х до начала 90-х годов, дома отдавались полностью под жилую застройку, да, там просто нет нежилых помещений, поэтому там, в свое время немножко разрешили, да, захватывать территорию этими мафами, но сейчас это как раз вот самая большая проблема это то, что где-то с 10-го по 14-й год, когда на самом деле в городе было абсолютно на мой взгляд безвластие, то количество мафов, которое появилось, ну, это страшно. С ними надо не бороться, снося все подряд, а на самом деле упорядочить, дать общую программу действий, общие правила, которые приняты были бы мафии, все подряды. Продолжение следует...